Шесть лет тут не был, и вот я и вернулся. Походный оптимист из Казахстана. Хоть сразу прямико на такси. Всем привет, с вами Сергей и Дмитрий, и мы находимся на невероятно красивом месте. Это озеро Маншук-Маметовый с одноименным ледником, древним ледником, который постепенно тает. И подробнее об этом месте расскажу, конечно же. Но перед тем, как начнем, хочу вас представить. Дмитрия походный оптимист. У него ютуб-канал это Боггер. Дмитрий, такие видео снимает, душевные, про то, как строить хижины в горах. Поостанавливать разные домики, плыть через реку на деревянном плоту в экстремальных условиях. Слушайте, чем я занимался до этого 30 лет? И при этом, при всем еще, вкусно готовить. Брать с собой плиту, брать с собой невероятно необычную еду и готовить. Дима, расскажи чуть про свой канал. Как вообще? Первые 40 лет детства самые опасные в жизни мужчины. Как, я очень люблю походы, в том числе зимние. И в какой-то момент передо мной встал вопрос, чтобы не таскать с собой палатку, сделать какие-то укрытия постоянные, в которые можно было бы приходить. Я занялся сначала изготовлением сети землянок. То есть несколько землянок с печками, в которые можно было бы ходить в поход из одной в другую. То есть я приходил, несколько дней мог провести в одной землянке или в другой землянке. Со временем эти землянки начали посещать и другие туристы и люди. Они стали удобным ночлегом или приютом для путников. Мне очень понравилась эта вещь. И я решил то, что нужно развивать эту тему и проверить все приюты, которые находятся, и возможные приюты в моей округе просто, привести их в порядок для того, чтобы они функционировали. Сейчас я нахожусь в горах Алматы и хочу тем же самым заняться здесь. А как вообще горы Алматинские? Я пока в шоке. Я думаю, что я буду долго отходить еще от первого визита. Самое, знаешь, что классное? То, что ты из дома вышел, несколько часов и ты здесь. Да. Это просто невероятно. До этого вот я ездил на Эллибрус. То есть это две тысячи на машине. Кемпинг там собирается, только потом ты выходишь в горы. А здесь такой, ну, не сходите мне сегодня в горы. И вот эта четырехтысячная красотень просто. Я в восторге. Так что у Дмитрия на канале будут выпуски с Алматинских гор. Новые домики появятся в горах красивые. И, конечно же, ссылочка есть в описании под видео. И если возможно ее добавить на видео, вот она выходит, вы ее только что увидели. Так что добро пожаловать на канал Дмитрия. Старт у нас был 8 часов от места, где заканчивается нормальная дорога, нормальный асфальт и начинается бездорожье. Ну, грунтовая дорога. Доплатили и таксисту тысячу тенге, чтобы не до Чапулака довез, а до конца. То есть за четыре тысячи тенге можно было доехать с Медео до домика, эко-домика. Очень удобно. Не нужно было лишний километр с чем-то идти. Сейчас находимся на Монжелке. Дорогу всю не снимал оттуда до сюда. Вы это можете посмотреть в прошлом выпуске. Вот вышла ссылочка, там все есть. И пойдем выше, в сторону Альпинграда. Дальше на озеро Маншук-Муметова. В горах ветрено, прохладно. Вроде солнце вышло, но что-то не особо жарко. Вообще жары нет. Буквально месяц назад ходил на перевал Кистова в ту сторону. А сейчас уже все в снегу. Снег уже в горах. Снег не за горами. Иначе скоро будет и в городе. Кстати до Можелков добрались меньше чем за 2 часа. Там 1 час 40 минут что ли. Так как по дороге ночей не снимали. Спокойно одним темпом шли. И тут оказались. Табличка. Указатель Маншук-Муметова. 3 километра 200 метров. 2 часа 10 минут подниматься вверх. В ту сторону. И уже то озеро небольшое. Которое снимал с бирюзовой водой. Стало ледяное. Смотрите тут следующая табличка. И показано что до озера Маншук-Муметовой. Идти 1 час 50. При этом уже 2 километра. 820 метров. Но это идти скорее всего если по той дороге. Там специальная такая дорога есть. Для машин для транспорта. Дольше. А мы пойдем в сторону Акинграда. Вот по этой тропе вверх. Тяжело. Непросто. Уклон сильный. Вот камеру ровно ставлю. И видно какой процент подъема. Но зато быстрее будет. Забыл старт на страве нажать. Запустить запустил. А не нажал. В общем тут сейчас нажимаю. И точка начинается грубо говоря. Чуть выше. Манжелков. Платины. Вот так вот. Ну по времени все понятно. То что в принципе. Если особо не останавливаться. Не снимать. То за 4 часа. За 4 с половиной ложиться можно. Вот с самого Чамбулака. Или от той точки. Где мы начали. до самого озера. Музыка. Да. Музыка. 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 Очередная табличка. Остается за 30 минут до самого озера добраться. И мы находимся на Альпинграде. Здесь часто ставят палатки, разбивают лагерь. Очень классное место, укрыто от ветра со всех сторон. Камни, красивый вид на древние ледники, снежные облака. А озеро в той стороне находится. Чуть-чуть поднимемся, и вы увидите всю красоту сами, плюс сам ледник Маншуклометовый. Интересный момент, что с Димой мы идем, поднимаемся. И там, где я даже не замечал никаких мест, он, допустим, нашел трубу, где можно поставить печку, плед, какую-то накидку такую сделать. И переночевать спокойно, небольшую кухню устроить, столик поставить. Потом домики разваленные, которые можно восстановить. А сейчас увидел камни в виде кирпичей. Говорит, здесь можно домик создать из всех камней. Невероятно просто. Человек из ничего, грубо говоря, возводит целые строения, в которых можно спокойно провести ночь в горах. Сейчас без 22, 5 часов с половиной, не спеша, шли спокойным темпом, разговаривали с Дмитрием на разные интересные темы. Здесь видим тур, по которым мы ориентируемся, что правильно идем. Тут трубы, по которым уже спуск воды происходит, чтобы озеро не переполнялось. И опасность, что пройдет сель, уменьшается. И, конечно же, машину. Можно было бы на машине до сюда доехать сразу прямиком или на такси. Ну, посмотрите, как она сюда забралась. Какая тут дорога. Где-то вот здесь, если как, как-то вообще возможно было проехать, проехала и вон там, ну, короче, подъем крутой и здесь просто так не проедешь. Дата сегодня 15 октября и ветрено, местами снежно. У нас солнце вроде бы как и тепло, и прохладно из-за ветра. Облака и при этом солнце, лицо жарится. Конечно, нужно бы кремом намазаться, но что-то неохота. А сейчас вы вместе со мной увидите невероятно красивый вид из самого озера, надеюсь, которое еще не замерзло. Озеро номер 6, Маншук-Мамедовый. Пока идем, обязательно надеваем трекинговую обувь, плотинки. Должно все закрываться, щиководка закрываться, прорезинено. И тогда ваши ноги будут в безопасности. Если пойдете в обычных кроссовках, то можете получить раму, и отсюда вас спускать будет очень тяжело. Придется, чтобы за вами машина сюда приехала. МЧС. Но чтобы вызвать МЧС, то нужна связь. Здесь ее на текущий момент, в крайней мере, у меня отбивайна нет. Те, кто на меня давно подписан, то наверняка помните, что 6 лет назад с группой Омаю Маутинг Клаб мы сюда поднимались, с ребятами купались, ныряли. Кто-то даже до середины озера доплыл, раздробили лед с селфи-палками. Вот для чего они были нужны. И эти кадры вы сейчас видите. Было прикольно. Ледник, походу, стал намного меньше за эти 6 лет. Можно будет сравнить с прошлыми кадрами. Маршрут до сюда не такой уж и сложный. Любой человек, в принципе, может дойти, если его горняшка не будет одолевать. Не спеша, мы вот не спеша шли и уверенно оказались здесь, в этой красоте. Для вас, конечно же, я тоже спрятал сюрприз. Чуть позже вы увидите это место. Так что добирайтесь до сюда, берите этот сюрпризик и наслаждайтесь им, глядя на всю вот эту красоту, на ледники, на горы снежные. Давайте спрячем вот эту упаковочку. У меня еще тут упаковочка Казахстана. Сейчас дам попробовать Дмитрию. Посмотрим, как отреагирует на вкус Казахстана. А вкус Украины мы спрячем. Сейчас покажу, где. Здесь у нас тропа. С правой стороны само озеро Маншупаметово и ледник. И идут тропинка такая. Идем выше поднимаемся. Снегом, конечно, можно накрыть. Но я сейчас камень положу. Здесь такой камень. Просто сразу же рядом. Аккуратненько положим. Надеюсь, никакие суслики не сидят. И накроем камушком побольше. Так, сейчас его еще надо тут достать. Не так-то просто. Так что будет чуть-чуть тяжелее найти. Но вполне возможно. Все. Пару камушков здесь. И для вас поставлю небольшой тур. Сюда. Не падай. Увидите вот эти два камня. Знаете, что сюрпризик вас ждет здесь. Вот этот подъем. И на этом подъеме слева вот этот камень. Дмитрий сейчас впервые будет пробовать орешки Бит-Боб. Казахстан. Выглядят они так. Со вкусом козы. То есть, наши орешки. Мне они нравятся. Мы дарили их в Таиланде тайцам. Посмотрим на реакцию Дмитрия. И на что это вообще будет похоже. Слушай, прикольно. Орешки вообще в горах это хорошая вещь. Сложно сравнить, да, наверное, с каким-то вкусом. Или есть что-то похожее. С первого орешка не поймешь. Со второго тоже. Я тоже вчера купил орешки. Со вкусом. Вкусно. Главное, что аромат не химический, а естественный вкус. Хочешь, ты чувствуешь? Естественный вкус. Вкус Казахстана. Так и есть, да. Ничего подобного не входит для сравнения. Не повозь. С местором. Я доем, да, пачку? Да, конечно. Пятого аппетита. Они вкусные, реально. Вчера я попробовал орешки со стороной Украины. Там вкус сметана с луком. Первую попробовал и как-то не разобрался. Даже показалось, что не очень. Но потом вторая, третья. Зашла и все. Пачки еду. И для вас, конечно же, спрятал там. Ищите. У нас буквально несколько минут назад был такой момент, что Дмитрий увидел то ли барсов, то ли архаров горных там, скачущих. И отправили дрон на последнем, уже заряде, на последних минутах. Надеюсь, успели заснять, потому что, когда прилетели, на саму камеру не видно. Но с дроном, может быть, получится. Далее Дима отправил свой дрон. Надеемся на это. У кого-то точно вышло. Если что, или у меня вы видите на канале, или у Дмитрия. Марьяное озеро номер 6, также известно как озеро имени героини Второй мировой войны Маншук Мамедовой. Расположено на высоте 3550 метров над уровнем моря. За Ильском Алатау, Малоалматинском ущелье, среди нескольких четырехтысячных вершин. Глубина его примерно доходит до 25-30 метров. Ведь маршрут до данной локации занимает 8-10 часов. Все зависит от темпа ходьбы и физической подготовки. Цвет воды всегда разный, и сложно предугадать, какой сегодня будет. Так что положитесь на свою удачу и смело идите в поход. Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Ребята, сегодня невероятная акция от Ютуба. Можно подписаться на мой канал совершенно бесплатно, и вы никогда меня не потеряете. Оставить комментарий, лайк тоже совершенно бесплатно. Из-за этих действий Ютуб будет продвигать мои выпуски. Больше людей увидит полезную информацию, которую я для вас готовлю. Хожу, снимаю, монтирую. А это время много занимается. Но я с радостью и с вами делюсь. Решили мы пойти по левой стороне, спуститься к нам, где поднимаются машины. По грунтовой дороге такой. Напротив нас как раз Т1 параллельно дорога идет. Сразу скажу, спуск очень долгий. Но идешь, ногам спокойно, свободно, не нужно там горячиться на крутом этом фолме, склоне. Насколько времени займет, даже не представляю. Страву забыл включить, когда начали спускаться, но недавно ее запустил. Так что вы сможете посмотреть, как тут виляли весь маршрут. Ссылочка тоже на Страву в описании. А также сделал панораму 360. Знаю, что есть подписчики, которые это любят. Заходите в описание и наблюдайте. Озеро маршрут Маметово с панорамой 360 градусов. Нашли какой-то дом. Для Дмитрия это прям очень интересно. Остановился, уже заглядывается, что-то там снимает. Даже не знаю, для чего он здесь нужен. Что скажешь? Вот такие вот я имел в виду ночлежки. То есть, видишь, они используются как ночлежки, потому что здесь постелены вот такие вот, типа как нары. На полу. И, видимо, кладут пенку, спальник. И ночуют, возможно, какие-то туристы здесь останавливаются. Но все это в ужаснейшем состоянии. То есть, видишь, огромное количество мусора валяется. Каких-то банок, тряпок. Ну, то есть, выглядит не очень романтично, согласись же, правильно? Совсем. Вот. Я думаю, что нужно сделать экологическую акцию сюда. Прийти с мусорными мешками, перчатками, с веником. Все это дело убрать, собрать для начала. Посмотреть, как это будет выглядеть, когда это будет чистым. А потом подумать, что можно сделать со стенами. Вот эти тоже непривлекательные плакаты, например, баннеры, они нужны для того, чтобы закрывать щели в стенах. Потому что щели прямо сильные. Вот. Можно как-то это посимпатичнее сделать. Эти щели. Вот. Но чтобы внутри было прямо круто. Вон, видишь, мусор валяется тоже. Там бутылка какая-то. То есть, я думаю, что я бы все это убрал прямо с удовольствием. Чтобы вот здесь вот в горах было обалденное местечко, куда можно было прийти с удовольствием. Как минимум, просто там в дождик переночевать. Или просто покушать, посидеть. Ну, не в мусорке, а в классном месте. Потому что сам домик очень зачетный. Ну, идти сюда. Не ближний свет. Не ближний. Такая у вас работа. Увидимся в новых видео. Наслаждайтесь моментами. Не упускайте их. И путешествуйте. Всем пока. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok